Летом 2021 года мы отправились на прогулку с собаками, именно тогда мы нашли пожилую овчарку. Пес лежал в луже, скорее всего, силы просто покинули его, когда он шел, он лег в лужу на дороге и не мог подняться даже для того, чтобы найти себе место поудобнее. Пес лежал в луже и смотрел в одну точку, словно думал, что больше никогда не сможет подняться и продолжить свой путь, под хвостом у собаки была рана, на ней, как и на задней части туловища, уже поселились опарыши. Когда мы грузили овчарку в машину, казалось, что животное умирает у нас на глазах, на животе пса был выбритый участок, скорее всего, недавно ему делали УЗИ. Мы предположили, что вердикт врачей хозяевам не понравился, чтобы не заниматься лечением, они просто выгнали пса на улицу, овчарку мы назвали Ральфом и вступили в борьбу за него со смертью. В клинике диагностировали сильное воспаление, сделали УЗИ и выяснили, что в мочевом пузыре скопилось белее 2 литра жидкости, врачи удалили мочу, сделали уколы от воспаления. У Ральфа не было сил, чтобы поесть, его кормили из шприца, после чего он мгновенно уснул, двое суток пес набирался сил просто для того, чтобы самостоятельно съесть немного мясного бульона. В это время врачи проводили анализы и осмотр, когда мы нашли Ральфа, он казался нам глубоким стариком, но выяснилось, что ему не более 7 лет. Список диагнозов больше соответствовал глубокому старику цистит, не позволявший псу самостоятельно сходить в туалет, свищи под хвостом, запущенный бактериальный дерматит, энтероколит, боли в лапах и спине, не позволяющие ему ходить. Шансов, что пес выживет, было немного, первые 5 дней были самыми тяжелыми, но затем мы немного успокоились, ведь Ральф начал сам вставать и двигаться. На прогулке он проходил пару метров и ложился отдохнуть, но затем вновь вставал и на шатающихся лапах шел вперед, пес решил выздороветь, а для нас это был хороший знак. Вскоре у собаки появился аппетит, она стала более активной. Оказалось, что Ральф хорошо знает команды и в точности их выполняет.